Всем привет и добро пожаловать в русский подкаст! С вами Татьяна Климова. Как ваши дела? Желаю вам приятного изучения русского языка и много мотивации. Сегодня наша тема работа на компьютере. Компьютерная лексика. Эту тему выбрали члены моего клуба Русская Дача. Если вы позитивный и мотивированный человек, если вы хотите получать подкасты и видео каждые пять дней, а также выбирать темы подкастов, приходите на Русскую Дачу. Жду вас! Сегодня, как обычно, мы прочитаем диалог медленно первый раз, затем посмотрим на новые слова, а потом прочитаем диалог еще раз быстрее. Поехали! Ой, дочка, спасибо! Какой подарок! Ну, теперь учи меня пользоваться этим агрегатом. Мне ведь надо как-то с внуками общаться. Все очень просто. Смотри, включаем компьютер. Кстати, тебе надо выбрать пароль, но это потом. Видишь, это рабочий стол. Здесь у тебя будут самые важные папки. Сюда можно копировать все фотографии, которые ты мне присылаешь. Фотографии лучше не класть прямо на рабочий стол. Лучше создать специальную папку. У тебя Windows, значит, правый клик, потом создать папку. Вот так. Туда можно складывать файлы. Ой, помедленнее, дочка, я записываю. Что складывать? Файлы. Это все виртуальные документы. Музыка, видео, фото. Ой, а я вот хотела спортом заниматься. Можно мне видео найти в интернете? Конечно, проще простого. Вот, это значок твоего браузера. Браузера. Чего-чего? Браузера? Браузер – это программа, которая тебе дает доступ в интернет. Нажимаешь сюда и пишешь, что тебе нужно. Можно даже не скачивать. А это что такое? Это корзина. Если тебе не нужен какой-то файл, можешь его удалить в корзину. Но корзину нужно время от времени чистить. Сейчас я тебе все настрою. Ты сама настройки не трогай. Ах, да, чуть не забыла. Вот здесь у тебя будет иконка скайпа. Мы с детьми будем тебе звонить по скайпу. Спасибо, дочка. А теперь давай мне поищем материалы для изучения английского. В следующий раз, как приеду к тебе в Ирландию, хочу хорошо говорить по-английски. Друзья, мне очень нравится Анна Ивановна. Как мы поняли, ее дочь живет в Ирландии. И Анна Ивановна не часто видит своих внуков. Чтобы больше с ними общаться, она хочет говорить с ними по скайпу. А для этого ей нужен компьютер. Алиса подарила ей компьютер. И в нашем диалоге она объясняет своей маме, как его использовать. Анна Ивановна говорит, что компьютер это агрегат. Агрегат. Агрегат это немного старое слово, чтобы сказать механизм. Его обычно говорят немолодые люди. Агрегат звучит немного смешно, потому что обычно агрегат это трактор или другой большой механизм, не компьютер. Но Анна Ивановна не знает, как назвать компьютер, поэтому она говорит агрегат. Анна Ивановна хочет общаться со внуками. Внуки. Внуки это дети ваших детей. Дети Алисы. Это внуки Анны Ивановны. Общаться. Общаться значит быть в контакте, говорить. Можно также общаться по электронной почте. Общаться это быть в контакте с человеком. Внуки Анны Ивановны живут в Ирландии, поэтому, если она хочет общаться с ними, она должна использовать интернет на компьютере или телефоне. Включать. Включить компьютер. Включать. Включить компьютер значит сделать так, чтобы он работал. Я, например, включаю компьютер после кофе. Сначала пью кофе, а потом включаю компьютер. Можно включить свет, можно включить стиральную машину и так далее. Когда вечером темно, мы включаем свет. Выключать. Выключить. Выключать-выключить. Это наоборот, когда что-то не работало, а теперь работает. Если мы больше не используем компьютер, мы его выключаем. Сегодня мы можем просто закрыть компьютер. И он не выключается, а как бы спит. Можно выключить свет. Например, если мы не в комнате, лучше выключать свет. Когда мы уходим из дома, мы выключаем свет в доме или квартире. Пароль. Пароль – это секретный код. Когда я не хочу, чтобы кто-то использовал мой компьютер, я устанавливаю пароль, секретный код. Устанавливать. Установить. Устанавливать. Установить значит сделать, инсталлировать. Сейчас важно иметь хороший пароль, длинный пароль с буквами, цифрами, другими словами. Пароль. Рабочий стол. Рабочий стол, если мы говорим о компьютере, это первый экран, который вы видите, когда включаете компьютер. Я всегда использовала Windows, поэтому я знаю только рабочий стол этой системы. На рабочем столе есть папки. Папка. Папка. В обычной жизни это как книга, почти как книга, где есть документы. Если вы хорошо организованный человек, у вас много папок. В одной папке, например, документы из банка, в другой папке документы об электричестве и так далее. На компьютере тоже есть папки. В одной папке информация о работе, в другой папке фотографии. В папке могут быть другие папки. Алиса объясняет Анне Ивановне, как создать папку. Создавать. Создать. Создавать. Создать значит сделать что-то, чего раньше не было. Чтобы создать папку в Windows, надо сделать правый клик мышкой или на клавиатуре создать папку. Я знаю, что на компьютерах Mac это немного по-другому. Складывать, сложить фотографии в папку, файлы, в папку. Значит, положить много чего-то. Складывать это когда несколько элементов. Например, Алиса посылает Анне Ивановне фотографии. Каждую неделю Анна Ивановна складывает все фотографии в одну папку. Поэтому она знает, где она может посмотреть эти фотографии. Можно также сложить полотенца в шкафу. То есть несколько полотенец вместе в одном месте. Складывать, сложить. Файл, файл, думаю, вы все знаете. Это такой юнит электронного мира. Это информация. Музыкальный файл. Видео файл. Фотография это тоже файл. В русском языке файл это только электронный, виртуальный документ. Файл. Проще простого. Проще простого значит очень-очень просто. Для Алисы найти видео в интернете это проще простого. Она уже давно использует компьютер, поэтому для нее это проще простого. Мне кажется, молодые люди часто не понимают, как сложно не очень молодым людям, может быть, пользоваться компьютером, смартфоном, интернетом. Так что надо быть толерантными и понимать, что если для нас это проще простого, это не для всех так. Значок. Значок или иконка. Значок, иконка значит маленькая картинка, маленький символ. У меня внизу экрана есть панель управления. Панель управления, то есть место, где у меня разные программы компьютера. И там есть значок браузера, значок скайпа, иконка видеопрограммы, иконка программы, которая помогает мне делать подкасты. Это значки и иконки. На рабочем столе у меня почти нет иконок, потому что я читала, что если на рабочем столе много иконок, компьютер будет работать медленно. Поэтому у меня там мало значков и иконок. Браузер. Браузер это программа, благодаря которой вы можете выйти в интернет. Сегодня, в 2020 году, сегодня в 2020 году популярные браузеры это хром, фаерфокс, сафари. Есть люди, для которых приватность, то есть персональная информация, это очень важный вопрос, поэтому они используют другие специальные браузеры. Браузер. Браузер даёт мне доступ в интернет. Доступ в интернет. Доступ в интернет – это когда я могу пойти в интернет. Доступ может быть необязательно виртуальным. Например, Алиса работает в офисе, где есть конфиденциальная информация о клиентах. У неё есть доступ к конфиденциальной информации, к кабинету, где есть эта информация, а у её коллеги нет доступа. Я хожу в спортзал, я плачу каждый месяц, и это даёт мне доступ к тренажёрам. Доступ. Скачивать, скачать. Думаю, вы знаете этот глагол. Мне кажется, это самый главный глагол последних двадцати лет – скачивать. Скачивать файл – это когда файл был в интернете, а потом он у меня на смартфоне или компьютере. Есть люди, которые любят всё скачивать бесплатно, то есть они лучше будут рисковать получить вирус себе на компьютер, но скачивают фильмы в плохом качестве, хотя могут заплатить чуть-чуть. Это такая философия. Я, может быть, десять лет назад тоже много скачивала бесплатно, но теперь предпочитаю платить. Если все будут скачивать пиратские версии, кто будет писать книги и снимать фильмы? Но у меня на сайте вы можете скачать много-много подкастов бесплатно, без проблем. Я буду рада, если вы будете их скачивать. Кроме подкастов «Русская дача», конечно. Корзина. Корзина – это другой элемент на компьютере, на рабочем столе. Корзина в реальной жизни – это такой тип сумки. У меня дома есть красивая, большая корзина для пикника. Корзина для бумаги, куда вы выбрасываете бумагу – корзина. Корзина на компьютере – это папка, куда вы складываете файлы, которые вам больше не нужны, как мусор. Если вам не нужен больше фильм, вы сначала отправляете его в корзину, а потом удаляете. Удалять – удалить файл. Удалять – удалить файл – значит файла больше нет. Я удалила файл. Удалить программу. Например, вчера я делала уборку на своём компьютере. Виртуальную уборку. Я сейчас делаю курс онлайн-встреч о глаголах движения, и мой компьютер работал немного медленно. Поэтому я удалила все ненужные файлы. Удалила много фотографий, удалила несколько программ. Удалять – удалить. Ммм, так приятно удалять ненужные программы. Главное, не удалить ничего по ошибке. Настройки. Настройки – значит параметры. Настройки – это разные опции, параметры, варианты. Например, на смартфоне есть настройки. Для меня самые важные настройки – это настройки оповещений. Оповещение – длинное слово. Оповещение – это когда ваш смартфон или компьютер говорит вам, что где-то есть что-то новое. Новый мейл, сообщение, новая статья в блоге. Новое сообщение в ватсапе. И у вас всегда есть настройки, где вы можете сказать, что вы хотите видеть, получать, а что не хотите. Обычно, когда я покупаю компьютер или телефон, автоматические настройки – это максимум информации. Я думаю, что это плохо и даже опасно для нервов. Поэтому, когда я покупаю новый компьютер или телефон, или скачиваю новую программу, я иду в настройки и делаю минимум оповещений и информации. Я настраиваю компьютер. Настраивать, настроить – компьютер, телефон, телевизор – значит дать правильные параметры, когда вы делаете так, чтобы технические параметры были идеальны для вас. У меня нет телевизора, поэтому, когда я путешествую, например, и я в гостинице, и я хочу посмотреть телевизор, для меня иногда трудно настроить его, потому что один пульт, пульт – это такая вещь, которая контролирует телевизор, один пульт для телевизора, второй пульт для каналов, третий пульт для специальных каналов. Обычно есть два пульта, но это уже сложно для меня. Алиса может помочь Анне Ивановне настроить скайп. Это значит посмотреть, работает ли микрофон, работает ли камера, есть ли интернет и так далее. Настраивать – настроить. А теперь давайте послушаем диалог ещё раз. Ой, дочка, спасибо, какой подарок! Ну, теперь учи меня пользоваться этим агрегатом. Мне ведь надо как-то с внуками общаться. Всё очень просто. Смотри, включаем компьютер. Кстати, тебе надо выбрать пароль, но это потом. Видишь, это рабочий стол. Здесь у тебя будут самые важные папки. Сюда можно копировать все фотографии, которые ты мне присылаешь. Фотографии лучше не класть прямо на рабочий стол. Лучше создать специальную папку. У тебя Windows, значит, правый клик, потом создать папку. Вот так. Туда можно складывать файлы. Ой, помедленнее, дочка, я записываю. Что складывать? Файлы. Это все виртуальные документы. Музыка, видео, фото. Ой, а я вот хотела спортом заниматься. Можно мне видео найти в интернете? Конечно, проще простого. Вот, это значок твоего браузера. Чего-чего? Браузера? Браузер – это программа, которая тебе даёт доступ в интернет. Нажимаешь сюда и пишешь, что тебе нужно. Можно даже не скачивать. А это что такое? Это корзина. Если тебе не нужен какой-то файл, можешь его удалить в корзину. Но корзину нужно время от времени чистить. Сейчас я тебе всё настрою. Ты сама настройки не трогай. Ах, да, чуть не забыла. Вот здесь у тебя будет иконка скайпа. Мы с детьми будем тебе звонить по скайпу. Спасибо, дочка. А теперь давай мне поищем материалы для изучения английского. В следующий раз, как приеду к тебе в Ирландию, хочу хорошо говорить по-английски. Дорогие друзья, спасибо, что слушаете и скачиваете русские подкасты. Надеюсь, у вас есть для них специальная папка на вашем рабочем столе, что мои подкасты редко бывают у вас в корзине. Если вам нравится моя работа, вы можете скачать много подкастов на сайте. Если вы хотите получать подкасты и видео каждые 5 дней, вступайте в клуб «Русская дача». Желаю вам успехов в изучении русского языка. Пока-пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова